Как? Деречки-ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня мы с тобой должны быть более новогодними, чем я являюсь сейчас. И включите, пожалуйста, рождественскую музыку, а... Во! Вот это совсем другое дело. И дайте я заберу вот этот чалкер-ящик, который мне 100% пригодится, и покажу вам то, что у меня вышло с подконтроля. Мой колодец желаний, который Катя спалила, спустилась вот сюда, в этот подземный тоннель, и обнаружила все те ресурсы, которые она сюда скидывала, и которые я, ну, воровала. На самом деле, как видите, она много чего туда полезного накидала, я даже сам этого не ожидал. Хоть и весь мой план с колодцем желания вышел с подконтроля, но я успел угорить Катю, не взрывать здесь всё к чёртовой бабушке, ну, точнее, она вас успела угорить. Она попросила каждого подписаться на канал, кто ещё не подписан, взамен на то, что она не взорвёт здесь весь наш сезон выживания. И вы подписались. Молодцы-то какие. А вот кто не подписался? Смерть всего нашего города будет на твоей совести. Запомни это. Ну так вот, ближе к сути. Зачем мы с тобой сегодня собрались здесь? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так, за тем то, что Екатерина опять не дома, а я, ну, конечно же, я на одном месте на заднице спокойно сидеть не могу. Я в нашем лесу посередине ночи нашёл вот этого зомби-жителя. Я его рано или поздно излечу, он станет обычным. Хоть весь мой план с колодцем пошёл по одному большому шоколадному месту, не скажу какому, я придумал новый план троллинга не только Кати, но и всех моих подписчиков, которые помогают мне записывать ролики. В нашем городе появился житель-торговец. И в эту же секунду в нашем городе появится магазин, в котором всем будет заправлять житель-торговец. Прямо сейчас и прямо здесь мы с тобой построим огромнейший, огромнейший автоматический магазин. И Катя, естественно, офигеет то, что в наш город пришёл житель, сам построил здесь магазин и сам продаёт ей лично в руки всякие полезные ништячки. Я научился делать автоматические магазины, ну как научился, я перед записью этого ролика потратил 3 часа, чтобы разобраться, как работает этот странный редстоун, но всё же я разобрался. Шалкер-ящик сюда, редстоун в одну руку, редстоун-факел в другую руку. А если ещё раз кто-то захочет спалить меня перед Катей, то что это я построил этот магазин, а не вот тот зомби-житель. Как это было в прошлый раз, когда меня спалили, то что это я якобы построил колодец желаний. Вот этот красненький редстоун-факельчик в моей левой руке окажется в одном твоём неприличном месте. В каком? Только сам бог Майнкрафта знает. Но я тут ни при чём, если ты, конечно, меня не спалишь. Поэтому пеняй-ка ты на себя. Ага. Магазин закрыт для посетителей ещё пока рано, я ещё даже строить не начал. Шесть блоков в ширину и шесть блоков в длину. Примерно вот такого размера у нас с тобой будет магазин. И плюс к этому всему надо выкопать ещё огромную яму, тоже где-то четыре блока вниз. Вот такого размера у нас будет наш магазин. И прямо сейчас, в первую очередь, нам с тобой нужно сделать пол. Вот с этой стороны и вот с этой стороны. Мне нужно строить всё в стиле обычного жителя. Так же, как и выглядят все типичные деревни вот-вот таких чубзилетов, которые там сидят. Вот туда я поставил лестничку, чтобы было намного проще вылезать. И сейчас, вокруг всего нашего магазина, я поставлю булыжник. Вот как-то так. И сразу же делаем пол. В этом месте прокапываем две дырочки, ставим две воронки и присоединяем это всё к сундуке ловушки. Вот так. Матерь божья, я реально почти три часа потратил на то, чтобы выкупить просто как работает вот этот механизм в Майнкрафте. Ненавижу редстоун всей своей душой. Моя задача сделать автоматическую работающую машину, которую мы можем встретить там в аэропортах, на заправках, в торговых центрах. То есть, чтобы ты ей платил деньги, а она сама тебе выкидывала какие-то предметы. Ну, естественно, то, что Катя будет платить деньги, а предметы ей будут выбрасываться... А-а-а-а, грубо говоря, и такие себе. Грязь, мёртвые кусты, гнилая плоть. Катя это любит. Пока я строю эту шайтан-машину, каждый из вас в комментариях должен придумать имя жителю, потому что Кате нужны факты. Мы Кате должны показать то, что всё здесь нормально, никакой подставы здесь нет. И Катя, не переживай, в Майнкрафте никто тебя никогда не хочет троллить, даже я. Ну, вот я сам не знаю, на что это похоже. Как будто мы с сатану сейчас какую-то будем призывать, но всё работает, я проверял. Я... Жарковато стало, не могу больше так сидеть. Если учёный Эдисон всё рассчитал правильно, значит все мои подсчёты должны быть верны. Так, прямо сейчас я беру четыре белых кровати. И не спрашивай, зачем мне вот эти белые кровати, сейчас всё сам тебе покажу. Во вторую по счёту воронку я захожу и ставлю стак железа и четыре кровати. Как ты видишь, вот только одно железо упало в этот сундук. Всё остальное находится на месте. Кто рёт опять, а? Ага. И... Магазин строю! Можно... Можно... Не отвлекать, пожалуйста. Не заплатили за стройку. Ну так вот, с помощью метода тыка я вычислил вот такую непонятную фигатью, которая в конце оказалась то, что она работает. Прямо сейчас нам надо установить валюту. За что Катя будет покупать предметы, чем она будет платить и что ей будет выпадать. Естественно, то, что выпадать ей скорее всего будет обычная грязь. Чё же ещё? Грязь мы ставим вот сюда. Заполняем полностью весь наш выбрасыватель вот так. И чем платить? Мне кажется, то, что как бы если я поставлю алмазы, это слишком, я уже буду зажравшимся. Поэтому я поставил железные слитки. Я прям сейчас брошу туда железный слиток. Он упадёт вот в эту воронку. Она пропустит только один слиток. Потом этот слиток упадёт вот сюда, в этот сундук. И вот этот выбрасыватель мне выкинет один кусочек грязи. Мать чистая, Пресвятая Богородица, пожалуйста, за работу. Я не хочу ещё полжизни на это тратить. Беру, выкидываю один железный слиток. И! 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 Дуриманда, дуримандовская! И! Ёшкины картошки. А чё я неправильно поставил-то, не могу понять. Что не работает-то? Может, я воронку неправильно поставил. Может, вот так вот. Сейчас закроем. Пожалуйста. Вот так. Да! Нахаль? Вот примерно как это работает. Вот идёт такая Катя сейчас. Толик, Толик, алкоголик. Ой, а что здесь у нас такое находится? О, здесь какой-то магазин. Ну, слушайте, маникюрчик я сделаю, педикюрчик я сделаю. И здесь у нас будет какая-то табличка. Ага, табличка. Одно железо на обмен на 10 золота. А как мы все знаем, Катя собирает золото на золотой стральник, поэтому за золото она даже душу продаст. Ага, так. А одно железо выбрасываем. Опа. Бимбук. И что-то выпало. Ну то есть, если я сюда брошу, допустим, дубовые доски, да? Вот так. Ничего не выпадает. Если я сюда брошу, да хоть что, редстоун блок. Вот так. Ничего не выпадает. Да даже если я сюда брошу трезубец, вот так. Трезубец-то у неё пропадёт, а обратно ничего не выпадет. Но сначала трезубец надо вот этот забрать, а редстоун блоки, дубовые доски тоже. То есть, у нас валюта рассчитана только на то, что в эту воронку можно бросать только железные сливки. А если я брошу три? Раз, два, три. Шедеврально fucking genius просто. Я не знаю, как я до этого додумался, учитывая то, что я первый раз построил какой-то механизм в этой жизни. А что если сделать таких два магазина на выбор? Один слева, а другой справа. Хм... Вуаля! Только что бы запихнуть во второй магазин? Чё Кате в этой жизни больше всего надо? А может её заставить таким образом мёд собирать? Придя к самой умной мысли, которая появилась у меня за последние пять тысяч лет в голове, я понял то, что можно продумать вот такую вот схему. Прямо сейчас я соберу вот этот мёд, этот, этот, этот. Потушу лучше от греха подальше, чтобы ни одна живая пчела не пострадала. Ещё раз покажу, как это всё работает. Если подойти к левому магазину и кинуть сюда железо, то он выплёвывает грязь. Если подойти к правому магазину и бросить сюда бутылочку мёда, то он выплёвывает. То он выплёвывает! Он выплёвывает! Выплёвывай! Ты дурак? Ты чего ничего не делаешь, а? То ли я тупой, то ли я тупой. Тут один вариант из двух. Так, ещё раз. Катя такая подходит, такая «ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля». Берёт, выбрасывает мёд и такая «парапу-пу-крапу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у! выпадает булыжник, то есть сюда я кидаю, опа, вот так, опа, опа, вот так пам, пам, сюда я подхожу и такой, опа-па, опа-па пам, пам и я гряда, кочерышка вот этот, слався зомби-житель у меня аж лоб вспотел, пока я это все придумал и пока я это все строил, но зато все работает, слава яйцам новогодним, куриным рождественским, да а щас дай мне секундочку, я должен сделать так чтобы вот это было похоже хотя бы немножко на какой-то магазинчик а вот и первые покупатели, заходите заходите, не стесняйтесь так, но самое главное что я забыл, это как бы продавец я тебя вылечу чуть-чуть, слушай ты собака на, кто еще ты, не, я как бы все понимаю но, пожалуйста, вот такие покупатели в мой магазин не приходите, ну как мой, не мой, а вот его ну, в частности мой а вот сейчас не бейся, пожалуйста я тебя вылечу, обещаю, не бейся давай, 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 давай быстрее, 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 быстрее он меня сейчас убьет быстрее в магазине а, 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 как я, а как я тебя по лестнице-то затащу а, вот это я четко как-то не рассчитал слушай, давай, за мной за мной, сюда, 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 сюда заходи, заходи, миленький сейчас покушать заходи быстрее, 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 быстрее внутрь, давай сюда, 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 сюда ага, всё, стой, стой на месте, стой на месте всё, я тебя вылечу, обещаю ты тут это, главное, пока меня не будет, рекламную кампанию продвигай вот это посетителей завлекай, хорошо я забыл ещё самое главное сюда поставить, это вот эту отошёл, отошёл чё делаем? я просто услышала Катя и решила зайти а, так, по поводу Кати да, тебя, значит меня тут у нас в городе честно, вот только что сам пришёл у нас в городе магаз появился вот это, вот этот житель пришёл я его ещё не успел излечить вот построил настоящий магазин, работающий тебе житель зомби построил магазин? это он не мне построил, это он сам себе построил то есть он в нашем городе решил бизнес закрутить, конечно, мне будет он процент башлять от территории, которую он арендует а так, да ну ладно, я тогда пойду зайду и пойду в этот магаз да, да, там можно и железо купить и золото купить, там даже мёд можно купить и там, ну там вообще просто берёшь выкидываешь предмет вот сюда и вот сюда и там тебе всё выпадает я пошла сказка, а не жизнь давай я сейчас зайду давай так, сейчас этого пердака старого главное вылечить как можно скорее потому что сейчас зайдёт Катя давай, давай, давай расчехляй прилавки давай, торгуйся вот это, монетки подготавливай, изумруды сейчас мы тут кого-то разведём на пару стаков железа и мёда зато заставлю её хотя бы работать а то вот чёлы трудятся а мёд никто не собирает у меня такое ощущение, что когда я полосел я как будто поумнел меньше волос на голове стало и мозг лучше начал работать ля, какие механизмы придумываю сам от себя в шоке в комментах напиши если хочешь, чтобы мы Катю чаще тролли вот такими постройками и я обещаю, что это не первое и не последнее моё творение в этом сезоне выживания сейчас наторгуем у Кати железо возможно в следующей селе я и флюю башню построю огромную, а чё железо будет хоть жопой и жуй хе-хе шоке Субтитры сделал DimaTorzok